24 юных спортсмена Взрослые олимпиады на олимпийской базе в Кончазаспе. И метатель молота Михаил Кохан. На фестиваль едут в статусе фаворитов и только побеждать. Девиз «Главное участие» не о них. Какое может быть участие? Если я целый год работал для одной цели, то естественно, что только золото. Ну как золото? Ну призовые места – это самое главное. Естественно, на фестивале хочется привезти медальку золотую. Конечно, это все интересно для опыта. Опыт всегда нужен. Медальку хочется привезти. Валерий Борзов – первый и единственный в СССР спринтер, выигравший олимпийское золото на дистанциях 100 и 200 метров. Как никто понимает настрой юных олимпийцев на победу. Но уже с позиции спортивного функционера считает, сейчас не то время, чтобы ставить молодежи стахановские задачи. Главное для них – ощутить атмосферу больших соревнований и максимально к ней адаптироваться. Фестиваль, он же называется фестиваль, не чемпионат Европы, а фестиваль. Там задачи общения, участие в соревнованиях, ну и победы, которые, конечно, будут. Поэтому надо знать традиции, надо знать языки, надо кое-что знать о тех ребятах, которые приехали на европейский фестиваль в данном случае, рассказать кое-что об Украине и насладиться тем временем, которое они проведут в спортивном и социальном общении с ребятами из Европы, тем самым еще на один шаг приблизиться к европейским ценностям. Олимпийский фестиваль стал хорошей школой для многих теперь уже именитых спортсменов. В разные годы в нем участвовали пловчиха Яна Клочкова, дзюдоист Георгий Зантарая, легкоатлеты Елизавета Брызгина, Роман Щуренко и Богдан Бондаренко. Гимнаст Олег Верняев не попал в их число, сразу стартовал со взрослых соревнований. С интересом наблюдал за подготовкой юного поколения гимнастов на совместных тренировках. Месяц-полтора подготовки, которые они побыли на базе с нами, то сравнить с тем, какими они пришли готовиться. И сейчас это разные люди, сейчас это уже более такие, знаете, ребята, которые выходят и знают, что они делают, они выходить и гаф ловить. То есть, если при раскладах, я думаю, попадут, есть шанс бороться за финал, это самое главное, а там уже в финале уже как получится, медаль, все может быть. По перспективам, ну, это рано говорить. Посмотрим, как будет дальше, потому что у нас такой вид спорта в 18-м только все начинается. На предыдущем европейском юношеском олимпийском фестивале в Тбилиси 2015 года сборная Украины добыла 11 медалей. Из них три золотые. Надеемся, что в этот раз наград будет не меньше, а позитивных эмоций еще больше. Елена Дедух, Антон Куница, UATV.